У нас так жарко, я даже снял проститутку. Здравствуйте, господа, с вами Николай Куприков. Сериал продолжается! Шурыгину снова посадили на детектор лжи. И я не знаю, что будет со мной, если это правда. Спрашивайте в секс-шопах вашего города. Новые куклы для сексуальных утех Диана. Теперь они еще и разговаривают. Если это правда. Плохо, но разговаривают. Хорошо, но ты давал себе. В смысле давал себе? Ребра удалил, что ли? Такое возможно. Это фотография, которую получила Диана. Кто эта девушка? Так это Мария Степановна, моя учительница по классному сексу. Вот сейчас я не то сказал. Андрей Шнягин взял бы фамилию жены, а то как-то несерьезно. И Диане, я так понимаю, что обязательно нужно пройти курс лечения у психолога. Диане поможет только гильотина. Детектор лжи установил, что на этих фотографиях ты. Вау, первоканальный детектор лжи еще и фотографии анализирует. Как мне дальше с тобой жить? Я заберу собаку себе, если что, я тебе сразу говорю. Заберу собаку с собою. Ты жалел хотя бы раз о том, что ты с ней вместе? Нет, не припомню. Ответ нет, ложь. Всем должно быть понятно, что брак дефективный. Он создан ради хайпа. Пошли по стопам Галкина, Баскова и Прохора Шаляпина. Не удивлюсь, если муж Дианы Шурыгиной окажется голубком. Эх, скучно нам, люди русские. Давайте покличим цыган. Цыгане, цыгане. Ай да ну да ну да нах, ай да ну да нах. Знаешь, он до 30 лет дожил. Он, в принципе, никому не нужен был. Вот тебе вот он нужен стал. Ах ты сука такая, ну не все же залетают в 15 лет, как ты. Не мамкой, во-первых. Ура, на одной студии стало больше. Или зайдет в туалет с кем-то пойдет и говорит. А с чего он будет заходить вот в туалет? Мам, ну ты просто паникер, понимаешь? Уже пассать нельзя в собственном доме. Собаке главное можно, а мне нельзя. Скажи спасибо, что не наполаз. Ты срешь на ковер. Да он женился в рамках специального проекта, чтобы пропиариться. Спасибо за правду, товарищ юрист. Пожалуйста. За такую тещу парню можно простить все. Вот за это терпение. Да пошел ты. Вот. Вот. Аааа. Теща моя, с вами я. Хотите ли вы, чтобы Диана развелась с Андреем? Да. Ответ да, правда. Моя мама. Хотите ли вы, чтобы Диана развелась с Андреем? Да. Ответ да, правда. Все, спасибо. Они даже на монтаже не просекли, что товарищ эксперт два раза задал один и тот же вопрос. Это твоя жена? Это твоя теща? Уверяю вас, это самый страшный сон, который может присниться мужчине. Набухались, поехали в дом терпимости. Утром просыпаешься, а там вчерашняя шлюха с мамкой. Он знал, на ком женится. И это достаточно понятный ответ. В принципе, на этом можно закончить передачу. Это сиденье только когда ты там едешь. В смысле? Что ты сказал? Повтори. Он сказал, что это не твое сиденье, глухая ты, сука. All that I have is all that you've given me. Где мой дробовик? Мысли твое сиденье. То есть это по-твоему нормально, что кто-то сидит на первом сиденье. А если мы поедем втроем, Масянь, если мы поедем втроем, то он тебя едет сзади. Это мое место, на нем никто не имеет права сидеть. Я твоя жена, Андрей. Диана, хватит ввязать. Одну секундочку. Тот образ жизни, который ведет Диана, который вынужден. Диана, ты точно меня не изменяешь? Я тебе не изменяю. Ну какие мысли? Я же Диана Шурегина. Пантус. Ну хорошо, хоть не вантус. Да, терпила и подкаблучник. Неплохая идея, кстати. Рейтинг влетит и интеллигентных людей порадуешь. Нет, не были. Ответ нет. Правда. Ну как так-то? Если выяснится, что твои подозрения небеспочвенные, и что твой муж тебе не верен, что произойдет? Как это изменит твою жизнь? Ну, все будет очень плохо. Ой, это будет ужасно. Больше подписчиков, больше бабла, больше хайпа. Ответ нет. Я не изменял, нет. Ответ нет. Правда. Абсолютно правда. Нас всех обманули, расходимся, но ненадолго. Всего лишь на пару секунд. И резюмируя, и еще напоследок. Полностью бывшие. Это социум. Подписывайтесь на мой инстаграм. Несправедливо. У какой-то шмары. Полмиллиона подписчиков. А у интеллигентного, замечательного человека. Селись какие-то тысячи. Подпишись. Если нет инстаграма, создай аккаунт и подпишись. Второй канал решил не отставать. Если на первом канале появляется Шурыгина, на втором канале появляется Семенов. Как тебе Москва после Ульяновской? Да, это вопрос от профессионального журналиста. В принципе, на первой части можно было остановиться. Как тебе Москва? Москва очень красивый город с большими возможностями. Не-не-не, ты не дослушал. После Ульяновска. Мы провели несколько благотворительных акций в Тольятти. Они прошли достаточно хорошо. Сейчас я планирую заниматься этим в Москве. Так как в Москве как бы побольше возможностей. Что происходит? Чем дальше в лес, тем шире ноги, как говорится. Все больше и больше вся эта история напоминает проект. Как будто кто-то сценарий написал специально. Шурыгина сущая зло. Она наглая, истеричная, скандальная. Чем она занимается? Прожигает свою жизнь. Семенов это воплощение добра. Приличный, воспитанный парень. Занимается благотворительностью. Буду делать я это все не ради денег. Злая шмара оклеветала Сергея. Он вынужден отсидеть в тюрьме. Потом вернуться на ноге у него браслет. Ладно, погнали дальше. Диана и семья ее мне крайне неприятны. Но со временем делаешь вывод, на больных не обижаются. А вот больные, между прочим, очень даже обижаются. После этих слов у мамки Шурыгиной пердак стопудово воспламенился. Пошел ты! То есть сейчас у тебя есть браслет, но ты переехал в Москву. И теперь Москва становится твоим местом жительства. Я думаю, многие хотели бы посидеть годик и перебраться в Москву. Без права выезда из столицы. Ха! Кстати, что ты думаешь по поводу новой песни Дианы? Я никому не желаю это слышать. В принципе... Я раньше не могла даже представить, насколько популярна моя персона станет. Блокил! А Макс Фадеев еще не взял? Точно! Он еще не за такое говно берется. И не брезгует же жердяй. Мне нравится песня. Мне нравится Диана. Панутая. И мама продолго! Заработать можно! Я родилась на Алтай. На Алтай бегом! Если вы не знаете, кто эта неадекватная шмара, это певица. А что она поет? А хер ее знает, что она поет. Ну, где же вы, блядь? Диана боится слышать это имя вообще! Мы с ней вообще не говорим! Конечно, два имбецила встретились. О чем им разговаривать? Меня насиловали, и я веду себя весело! Меня насиловали, и я веду себя весело! Я, конечно, понимаю, что Ленина долбанутая, но настолько... Ага! Ленину максимум, кто может изнасиловать, так это аист. Или просто яйца спрятать. В ее гнездо. Почему Егор Крид должен приходить к каждой девочке со вписки? Почему Егор Крид должен приходить к каждой шалаве на ДР? Ты это хотел сказать? Мы, надеюсь, скоро породнимся. Я очень хочу, чтобы Диана стала крестной моего ребенка. Позор тому священнику, который благословит это таинство. Если кто-то и должен крестить детей защитниц Дианы Шурыгиной, то только этот модный протестантский священник. Прости, ты сказала, что ты тоже пережила это и тоже скрывала все под маской улыбок. Я знала, что ты поймаешь меня на этом. Я просто сорвалась, потому что... То есть ты наврала, что тебя изнасиловали? Какая Шурыгина, такие у нее и защитники. Хуйня! Диана пытается вообще отойти от этой истории. У нее новая история, она записывает песни. Если у человека есть рот, не значит, что он должен петь. Это, кстати, продюсер Дианы Шурыгиной, чтобы вы знали. Зачем? Да, у Шурыгиной есть продюсер. Какая Шурыгина, такая и продюсер. Вы, чувак, имеете в виду, что я не знаю, что я не знаю. Потрясающе, на фоне кричащих куриц чувак в красных очках выглядит более чем адекватно. Ты с какой планеты, животное? Утверждает, что брак Дианы Шурыгиной и ее супруга Андреев фиктивный. Близок к этой семье, я близок к Диане, я с ней пою. Я считаю, что это ненормально. Я тоже считаю, что это ненормально. Ненормально петь Шурыгиной. Отправляйте любящую жену на аборт. Он заставил ее сделать аборт? Я считаю, что это ненормально. Вообще он меня бесит. Куда исчезли яйца у мужчин, им в пору бы напялить юбку. Вот это про тебе. Снуки, я узнал, что я... Я знаю эту информацию, но, ребят, ну хорошо. Ну а кто ее не делал? Она сделала это только потому, что она молодая девочка. Шурыгина сделала аборт, а продюсер ее оправдывает. Ну, типа, чтобы такие, как она, не размножались. Да она молодая девочка. А, ну ладно, подумаешь, ребенка убила. Фигня какая. У меня с девочкой контракт, где ясные пункты. Хорошо, это я ее заставила пойти и это сделать. Да не п*** мне. Вы знаете, почему? Потому что действующим законодательством запрет на внесение в договор любой контракт подобного рода пункта. А теперь в дюрьму? Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. Женщины, расступитесь. Вам подруга. Я хочу тебя за 360, я хочу тебя за 360, лад. Она знает то, что Сергей в Москве, она уехала в Сочи. Да, а то ее изнасилуют еще. И, кстати, вам не кажется, что слишком много певиц на один квадратный метр? Какие умственные способности, вот, есть, тебе интересно с ней общаться? Ну, не знаю, не знаю, а 30-летнему мужу очень даже интересно. Hello darkness, my old friend. Дальше, к сожалению, такого рода девушки ломаются. Молчи, сука, молчи, пока я тебя не начал мочить. Давай еще, давай. Дальше, подожди. Да ты люди. Тишина, все. Я заткнулись на... Ой. Что сказать в конце? Подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал, кто еще не подписан. Будем продолжать следить за сериалом. Простите, что так долго не было новых выпусков. И погода очень хорошая. Очень сильно это отвлекает. И дел очень много, о каких именно дел. Переходите в канал влогов и увидите. Спрасывайте все, спрасывайте. Спрасывайте, сука, блин. На первом канале Шурыгина, а на втором Семен... Это всего лишь театральная постановка.